приветствуем всех на нашем семейном канале сегодня мы будем заниматься консервацией а именно мы будем делать домашние консервы из горбуши вчера мы купили рыбу пласт к сожалению на этот раз она не крупная среднего размера поэтому мы решили что для консервации самое то что нужно я уже подготовила баночки но это не значит что все эти баночки уйдут под консервы будем смотреть и мерить почему я так говорю потому что закрывать мы будем консервировать мы будем в автоклаве вот такую штучку мы купили в прошлом году я давно мечтала о такой вещи потом решила что ждать больше нет смысла поехали в магазин и купили поскольку реклама запрещена а это абсолютно не реклама это вещь которую мы купили для личного использования тем более куп покупали в прошлом году автоклав у нас небольшой но и не маленький у него объем 20 литров до 20 литровый то есть сюда получается или если я беру банки 750 то 8 штук если 500 грамм то в три ряда получается по моему 15 штук до 15 15 15 банок то есть за одну заправку получается вполне приличное количество в этот раз у нас банки разнобой что-то мы не подумали что надо съездить купить все одинаковые но с другой стороны если их полно разных то почему бы их не использовать поэтому будем смотреть как ставить быстрее всего будет у нас этот раз в два рядочка поставлена но нас это абсолютно не смущает рыбку мы купили вчера она была прям вот лед настолько сильно заморожена что за полдня она вообще не не растаяла до камчатская рыба камчатская горбушка размер такой рыбки грамм 600 по моему и размер 30-35 сантиметров вес 600 грамм сейчас муж эту рыбку будет чистить а я буду подготавливать все остальное для консервации это не вся рыба половина еще у нас лежит в разморозке чем мне нравится закрывать в автоклаве это тем что банки должны быть просто чистыми стерилизовать их не нужно там такая температура будет что она эта баночка так простерилизуется что дополнительно не нужно ничего делать а это очень так сказать экономит время и ускоряет сам процесс приготовки консервы будем делать с добавлением подсолнечного масла плюс туда же я положу черный перец горошком лавровый лист кстати как делала вот эти баночки недавно выкладывала мастер-класс соль и немножечко воды мы пробовали делать консервы в томатном соусе с добавлением морковь помидор и чем эту дачу зелень немножко ложили да нам вообще не понравилось возможно мы долго держали в автоклаве эти консервы но было такое впечатление что паста была перегоревшая поэтому мы сделали всего лишь две баночки на пробу попробовали сказали что нет будем делать абсолютно простые такие которые пойдут и в салат и в уху и просто так покушать вообще с каждым автоклавом идет инструкция где указано сколько по времени нужно держать банки в автоклаве мы делаем это уже нас третий раз получается первый раз мы сделали строго по инструкции достали рыбку пробовать показалось косточки слишком жесткие твердые прям на следующий раз мы решили сделать подольше вот второй раз мне очень понравилось то что были косточки мягкие хранится прекрасно но единственное что томатная не паста томатный соус мы добавляли томатный соус он даже немножко почернел поэтому вот нам не понравилось на дно банки я обычно кладу 456 сколько попадется хорошим черного перца и предварительно помытый лавровый лист и так в каждую баночку и так рыбка почищена хорошо вымыто убраны кое-какие места я думаю вы догадались какое место вырезана у нас плавнички и хвостики мы оставляем для того самого эффекта желирования вот когда консерва пола и полежит в холодильнике достаешь а бульончик стал желе вот именно для такого эффекта мы и хвостики и плавнички оставляем и так рыбка нарезана на порционные кусочки и сейчас я буду укладывать в банки буду укладывать плотно но не набивать для того чтобы было место куда пройдет немножко водичка именно для бульончик а также нужно туда еще будет добавить подсолнечное масло я покажу но набивать баночку нужно не под самый верх а примерно оставить сантиметра полтора рыбку я уложила теперь я кладу по чайной ложке соли в каждую банку или у меня вкус изменился или это с солью что-то не то стало но на мой взгляд и не только на мой многие заметили что соль какая-то не такая соленая как раньше была я делала согласно инструкции по пол чайной ложки мы открыли рыбку она была ну скажем так не соленая хотелось немножечко больше соли в каждой баночке я положила по чайной ложке теперь я буду добавлять воду и подсолнечное масло теперь я наливаю воду вода у нас родниковая в принципе пойдет любая любая чистенькая воды лучше налить меньше чем больше для того чтобы банки не взорвались после того как я наливаю воду я вот так вот вилочкой помогаю ей пройти на дно вот столько я воды налила если видно вот так вот и сейчас масло добавляю все достаточно вот этих примерно полтора-два сантиметра запас для того чтобы банка не взорвалась во время кипения в автоклаве и так я все заполнила дала примерно две минутки постоять в это время я вот так вот шевелила свои баночки для того чтобы вышел лишний воздух принципе он и сам выходит но ему можно немножечко помочь на этом все теперь закрываем крышками и вставим в автоклав такие автоклавы работают в двух режимах можно баночки полностью залить водой а можно наливать воду до метки она там есть внутри и консервация приходит при помощи пара мы выбрали второй вариант поэтому воду наливаем нет до верха автоклава а до определенного места в воды там совсем немножко литр или полтора а для того чтобы проверить правильное ли количество набрали воды нужно открыть кран если вода побежала уровнем является вот как раз этот кран проверяем водичка пошла все достаточно и так у нас прошел целый день наша наш автоклав слегка остыл вообще нужно оставлять до утра но так как у нас еще одна партия баночек с рыбой смысла оставлять нет потому что он просто пропадет они точнее поэтому мы сейчас будем доставать первую партию баночек и ставить вторую я здесь постелила горячих вот такая рыбка у нас получилось горяченькая еще отлично ой она еще кипит внутри но я ее сейчас тепленьким укутаю и паска пускай она в тепле стоит вот следующая еще партия поэтому время не ждет и так все восемь банок у нас целые не лопла ни одна видно как они кипят и я хочу сказать что в следующий раз надо наливать еще меньше воды потому что баночки жирные это значит где-то из-под крышки все таки масло выдавила но ничего я сейчас все про труб вдруг ты наверно затянешь чуть чуть посильнее или уже не стоит наверное трогать и в общем то эту консерву можно хранить даже в комнате у нас где то есть полгода наверное лежит уже консерва но с мясом и ничего с ней не случилось поэтому мы очень довольны особенно я очень довольна этим автоклавом а на этом я со всеми прощаюсь мы пошли работать дальше а всем пока пока